Всем привет! Сегодня поговорим о тему как забронировать машину. Собственно, 5 мест будем рассчитывать на это. И возьмем две классические легковушки, то есть джип и хэтчбэк Ситроена. Собственно, для начала посмотрим от чего бронировать. У нас есть первичные осколки. Это при взрыве какого-то боеприпаса, крылья, корпус разрушается и пробивает машину вместе с пластиком. То есть тут тоненькое железо, пустота и пластик. То есть он пробивает, влетает, пробивает ткань и всех, кто сидел, вот он, пошло сечь. Такая же штука. То есть в основном это с бортов заходит, потому что взрыв идет у нас снизу, вот он пролетает вот так. То есть если вы пригнете даже голову в машине, то есть при обстреле, это намного лучше. То есть чем ближе к земле, тем лучше. И вторичные осколки это то, что взрывчатое вещество подняло вверх. То есть весь мусор, стекла, камни, которые имеют чуть слабше пробивную силу, но незащищенному человеку или вот через стекла все это пролетит. Как же быть, что же делать? Давайте смотреть, пробовать. Итак, собственно, первое, что не бронируется, это полк. Потому что снаряд в основном прилетает с боков и сверху, как я сказал. Подрыв на мине мы рассматривать не будем. Начнем с салона. Вот, допустим, я сижу, закрыл дверь, у меня ноги уперлись, то есть тут водитель впереди. Самые опасные места у нас это стекла, потому что они абсолютно ни от чего не защищают от пыли и грязи. Поэтому если вы их с двух сторон обмотаете скотчем, стекло перестанет биться. Не верите? Поверьте дома. Возьмите обычное стекло, разбейте, запомните силу удара. Потом возьмите скотч, обмотайте с двух сторон. Чем толще скотч, тем сильнее удар оно держит. Понятно, пуля он, наверное, не выдержит, но от вторичных оскоков, как я уже напоминаю, вам поможет. Также, если у вас вот такие крылья будут на излете, да, то есть корпус, он, бам, может уйти в рикошет. Но это все фигня. То есть во время Чечни и Афганистана наши бойцы вешали на окна бронежилеты. То есть если вы даже вот прижметесь, но все равно вы будете не ниже вот этого уровня. То есть вот эту часть вам надо будет чем-то закрывать. Самым простым способом это кто-то накидывает матрасы, весь мусор. Однако это немножко неправильно. Собственно, если мы забронируем машину с этой стороны, то у нас минус одно место. То есть у нас середина выпадает. Да, тут можно обложиться мешками с песком, положить мешок с песком какой-то, да. Поставить баклажки пятилитровые с водой. Так у вас еще будет запас воды, если там попить или просто тушить, например, если машина загорится. А вот доски ставить сюда, да, я не рекомендую. То есть доски, они пробиваются легко. И от них еще, от фанеры тоже идут дополнительные вторичные осколки. Вот они втыкаются. Поэтому лучше действительно здесь, ну, стараться, либо вот из мешков с песком что-то сделать какой-то не сильно толстый. То есть если по вам прям реально будут стрелять из автомата, то мешок с песком он задержит. Собственно, дальше погнали. Если нет мешков с песком, хотя песок вроде есть везде, можно набрать книжки и обложиться толстыми книжками, примотав их к корпусу. Также изолента пригодится вам, скотч, чтобы закрыть машину, если вы проезжаете в зоне химического заражения. Резинки на машине заранее смазываются каким-то жиром, пушсалом, кремом для рук, всем чем угодно. Закрыли. И вот вы видите, все равно резиночки отходят. Поэтому здесь мы заклеиваем по периметру скотчем, чтобы воздух не попадал в машину. Помимо внутрянки, вот, то есть на самом деле даже вот в большой машине очень мало места. Вот даже если сравнить, вот они две стоят, то есть это вообще кархатуля, туда пару рюкзаков, то есть налегке надо валить. Вот, и нету места для забронирования. Если вы обвешиваете машину сверху какими-то там кроватями, матрасами, это увеличит расход бензина. Аэродинамика нарушается и прочее. Также у нас есть моторный отсек, ребята. Мотор, то есть я стрелял по машине с разных сторон, то есть не держит у нас попадание. Почему? Потому что мотор у нас на самом деле крошечный. Он маленький внизу. Вот генератор, мотор, то есть они действительно выдержат попадание. Моторный отсек, то есть вот так наискость пуля проходит. Вот. Так, здесь две железки, они тонкие. То есть современные машины, у них вот вообще крылья пластмассовые. Вот. А вот такую машину я могу проткнуть отверткой. Вот металл гуляет. Вот. Еще у нас есть большая проблема, это колеса. То есть у вас должен быть ремнобор и система пожаротушения. Сейчас я покажу. То есть это вода. У кого есть деньги, может взять термопокрывало специальное, огнестойкое. Или разрабатывалось кевларовое покрытие для освобождения заложников. Вот видите, мотор-то маленький. И вот отсюда все пролетает. То есть если пуля войдет под капот, она пробьет панель, я стрелял. Здесь у меня компрессор для подкачки колес. Второй огнетушитель, провода для прикуривателя. Больше у меня вот здесь ничего нет. Естественно, учтите сразу же расстояние, на которое вы поедете. То есть вам придется брать, заливать жидкости все заранее. И не только бензин, да. В районе бензобак у нас находится в машине, где-то вот в этом месте. То есть, соответственно, зад машины тоже должен быть прикрыт от попаданий. То есть здесь можно выстроить стену как раз вот из мешков с песком. Она будет чуть поустойчивее. Но вы не сможете быстро попасть в зону бардачка. То есть где вот всякие лопаты, троса, огнетушители, перчатки, кухня. То есть даже вот, кстати, интересная штукень. Вот такой пакет для воды. Если в него воду налить и положить в рюкзак или прикрыть им вот так, он тоже останавливает осколки. Потому что вот такую глубину, ну как это, как две ладони, уже не пробивает воды автопулемет. То есть при стрельбе, даже вот так вот, если ведро полное налить, то сверху пуля не выбьет ничего. То есть она не пробивает толщу воды. Собственно, основное пространство мы заполняем продуктами. Вот. И теперь еще и экстренная медицина. Итак, самое живучее место в машине – это центр машины. Но мы распределены по бокам. И если даже у нас машина не перевернется, то каждый должен иметь доступ руками к медикаментам. То есть у меня в дверях жгуты, ИППшки, бинты, ножницы, которыми я могу даже резать корпус машины, резать стекло вот так. Вот. То есть они режут разбитое. Вот этой штукой дополнительно оно крошится. Вот так пробивается. И ножницами можно резать. То есть и металл, и это. Это специальные ножницы. В Леверман это рапторы. А это у меня аналог. Собственно, фонарик на случай работы ночью. То есть когда свет будет погашен. И такой же набор у меня идет там. Плюс всякие там салфетки и прочие. Они у меня находятся вот здесь. Запасной пауэрбэнк и карты. Карты местности, по которой вы поедете. Возможно, что GPS-навигация работать в вашем районе не будет. Я вообще думаю, что скорее всего скоро GPS отключит в России. Вот. То есть скотч, ребята, армированный или простой. Он поможет отремонтировать машину. То есть если произойдет подрыв какой-то машины, там слетит с трассы, перевернется, то отвалившиеся детали, там, например, мятое крыло, вы выпрямили, и чтобы оно окончательно не отвалилось, закрепили скотчем. Можно скотчем, как я уже говорил, закрыть двери от попадания газов, ядовитой пыли. Вот. И, соответственно, я говорю, то есть больше делите внимание окнам. То есть окна. Если у вас какие-то металлические листы есть, это, конечно, вообще супер. То есть толстые металлические листы. Вот. Перегородки вот здесь вот между водителем и пассажиром никакие лучше не делать, потому что если машина перевернется в результате подрыва, вы просто об эти перегородки, об металл весь перебьетесь. То есть здесь, наоборот, должно быть пространство мягкое, чтобы можно было дотянуться до раненого там. Причем вот я дотягиваюсь вот до места, где у меня сидит ребенок. Вот. И, в принципе, то есть баланс машины должен сохраняться и по весу. То есть один я здесь, один здесь, все ровно пополам. То есть не надо наваливать все с одной стороны. И учтите, что большинство, на самом деле, вещей, оно будет связано с жизнью машины. То есть это топливо, масло, ремнобор, инструменты. Это какие-то лопаты, если вот такие сугробы. Ну, да, то есть пробиваться там что-то надо. Вот. И я больше делаю акцент на воду. То есть в баках, бутылях набираем воду, ее же пьем, есть же тушим. Да, и она же бронезащита. То есть вы видели вот мой пакет. Вот. И, естественно, ну, то есть самый простой вариант, давайте подведем итог, это бумага, да, книги. Это одеяло матрасов толстые, не поролоновые. Это у нас вода, да, и мешки с песком. Самый такой эффективный, то есть можно ими прям обложиться, чтобы защититься от пуль, которые приходят. И, то есть в случае обстрела, я говорю, даже в машине нужно пригибаться, прижиматься ниже к земле, вот, закрываться вот там. Ну, и помните, что я говорю, все в машине должно быть закреплено. То есть вы не просто накидали эти мешки с песком, а как-то примотали к дверям, скотчем, еще куда-то. Вот, потому что в случае наклона машины, переворотов, все это будет летать по салону, и чем меньше у вас здесь будут мелких предметов, которые там вот открываешь, и там все эти ключи повалились, тут батарейки, это все даст дополнительные осколки внутри машины. Вот, то есть машина должна быть чистая, хорошая внутри, не заваленная всяким барахлом мелким, отвертыми, гвоздями, какими-то там ножами тут. Это все даст только усложнение, вот, при перевороте, например, машины. Даже на бок, вот, это все навалится, вот, и будут дополнительные травмы. Ну, я надеюсь, мои советы пригодятся мирным жителям, вот, особенно, которые сейчас выбираются из опасных районов. Вот, берегите себя и ваших близких.